Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада, что вы здесь собрались. Прошу минуточку внимания. Сейчас я вам представлю очень интересного человека, с которым судьба меня свела почти год назад, совершенно случайно, за что я ей очень благодарна. Это Воронов Павел Юрьевич. Это висцеральный терапевт, у которого огромный опыт работы более 10 лет именно с нашим продуктом, с продуктом компании Илэр. Для нас это важно, потому что опыт – это самое главное. Сегодня наше выступление будет состоять из двух частей. Первое – Павел расскажет вообще о своем методе, как он занимается, какие у него результаты. И вторая часть – она будет отдана вам на то, чтобы вы задавали вопросы. Поэтому готовьте вопросы, чтобы они были конкретные, понятные, чтобы на них можно было ответить. О чем мы сегодня поговорим? Мы посовещались, так сказать, поговорили и решили, что, в принципе, наверное, очень важно для нас, для всех, как вообще себя диагностировать. Нужно ли это делать и в каком состоянии. Потому что мы находимся в разных состояниях, и важно вовремя это все, так сказать, зафиксировать. Вот об этом Павел Юрьевич расскажет более подробно. У нас будет эфир, и сейчас он уже начинается. Поэтому у меня к вам, ко всем, огромная просьба. Телефоны, беззвучный режим, либо в режим вибрации, как угодно. Но чтобы не отвлекали самого главного у нас сегодня человека. Павел Юрьевич, он нам сейчас руководит не просто медицинским центром, как мы привыкли, а центром здоровья и реабилитации. То есть центр очень интересный, со своими какими-то своеобразными инновационными методами. Павел Юрьевич расскажет. Поэтому я даю вам слово. Спасибо. Встречайте. Сразу хочу сказать, да, я не вукрел, да, вот две девушки подошли, сразу начали спрашивать, а вот там кто, вот там та болезнь, вот эта болезнь. Вот хочу сразу сказать, чтобы вы понимали, наш подход к организму в целом и к этим проявлениям, которые медицина называет болезнью. Я процитирую не свои слова, процитирую слова Ивана Павловича, не умывайте нас, вы все про него, наверное, слышали. Вот он на симпозиуме говорил, болезней нет. И вот действительно их нет. Болезнь это изобретение медицины. То есть в нашем организме есть состояние. Если мы возьмем любую болезнь, к примеру, да, и рассмотрим ее, почему назвали там вот такую болезнь, там ангина, что такое ангина, да, это воспаление гланта наших, все, это называется вот эта ангина. Там артрит, воспаление сустава, но это просто название состояния. И вот из этих состояний, в принципе, складывается наша медицина, которая занимается лечением не в комплексе всего организма, а локально, отдельных мест. Но невозможно, особенно сейчас вот зима, перед осенью, весной, тогда все медики рекомендуют повысить иммунитет. То есть выпить какую-то таблетку, и сразу же, значит, иммунитет будет возрастать. То есть это бред силой кобылы, говорит, сразу. Потому что каждый орган, то есть у нас есть, если мы целым берем, это иммунитет организма, есть иммунитет самого органа, и есть еще клеточный иммунитет. И вот какой медикамент, а у нас там 12 триллионов этих клеток, это какую таблетку надо, чтобы ко всем этим клеткам подошла и тут же повысила иммунитет. То есть иммунитет это не что-то там отдельное, это сбалансированная работа вот всех систем организма. И вот когда текучесть жидкости переходит плавно из одной в другой, нету нигде плоти, нигде не задерживается, и все продукты жизнедеятельности нашего организма, то есть токсины, чтобы тоже у вас немножко поменялось понятие, токсины это не та пища, которая выходит через толстый кишечник на унитаз. Это токсины в основном, это трупы наших клеток, которые отжили свой период жизни, отработали свое, умерли и должны быть беспрепятственно выведены через кишечник, через почки, выводятся в унитаз. Если этого не происходит, значит они начинают где-то складироваться. Критическая масса нарастает, появляется воспаление. Диагностируют там. Это вот такое заболевание, это то заболевание и следующее, тысячи этих заболеваний. И для того, чтобы этого не было, вот все органы должны абсолютно четко выполнять свои функции. У каждого, вот если мы, например, начнем, то есть, вещеварение, вот как говорят там, на Востоке там, мы есть то, что мы едим. Да, это относится только к тому состоянию, когда человек изначально вот с такого возраста профилактические цели проводит, все время чистки, кушает здоровую пищу, никогда не нервничает, ну там, не пьет, не курит, не увлекается там наркотиками тяжелыми, там, да, тогда в целях профилактики поступает к нам здоровая пища, богатая теми ферментами, которая должна содержать. Такое маленькое ступление, что если брать яблоко, например, сегодняшнее яблоко, это яблоко генуру, да, то есть, опыляется яблоня, опыляет сама себя. То есть, ну, по идее, это женщина должна родить от самой себя. То есть, такого не может быть, да, должен быть обязательно, должно проявить опыление, опыления нет. Ценность, естественно, падает. И вот, ученые просчитали, яблоки, содержание железа в яблок в 100-летней давности, она в 10 раз меньше, в 12 раз меньше, чем содержание железа в современных яблоках. То есть, говорить о ценности продукта, и это, в принципе, о каждом, укроп, петрушку брали, там вообще, на порядке ниже, единственное, что только вкус, и ее свет, название, это тоже осталось. И вот, у нас процесс пищеварения начинается с мыслей. Вот, мы захотели покушать, тут же, рецепторы все, как говорится, напряглись, и начинают, уже органы готовы к принятию пищи. Когда мы видим эту пищу, мы уже видим, мы знаем, на подсознательном уровне, что это такое. то есть, это мясо, там, это рис, там, уже подбираются ферменты, те, которые должны будут переварить. И когда к слюну попадает первый кусочек пищи, вот тогда уже четко, какой концентрации желудочный сок, сколько нужно желчи, сколько нужно желчи хоть он и маленький, вот это был управитель всех органов. Ну, можно сказать, вот оркестр, вот дирижер. Если мы дирижер, если дирижер нормальный, трезвый, все будет здорово, оркестр будет играть. Плохо работает, перегибы, дискинезия, все. Почему все? С левой долей печени, вот в основном, это вегетарианцы, вот страдают. Это два, как от одной мамы, когда они ложатся на стол, седьмовидная кишка и желчный пузырь. Мало того, вегетарианцы, если брать среднюю статистику, то они на первом месте по образованию камней в желчном пузыре. Почему? Потому что с желчного пузыря стекает желчь, которая имеет pH 9. То есть такая желчь нужна только в случае попадания в желудок животных жиров. На все остальное, на белки, на углеводы хватает той желчи, которая стекает с левой доли печени. Если этого нет, все, он начинает заставиться. Желчный пузырь, по идее, должен испражняться минимум, это 4 раза в сутки. Если он больше 6 часов не испражняется регулярно, в нем начинается процесс загущения желчи. И вот если вы и психологию вспомните, есть 4 вида типа человека. Холерик, сангвитик, флигматик, хоть и с нема, и меланхвитик. И меланхвитик. Если мы переведем эти слова с греческого языка, то это все состояние желчи. То есть, холерик, холес, это желчь в нормальном состоянии. То есть, нормальный состояние, значит, нормальный человек, активный, все в порядке, ничего не болит, ему не жалуются. И дальше, и вот, флигматик, это уже флигма, просто вот, сгуст, холодная жидкость, в которой уже образовываются камни, все. То есть, вот так вот определяли, как жил человек, когда при вскрытии друхов, там, древний грец. Ну, это так я читал. Не понял. Вот. Значит, мало того, то есть, другими, вот, просто, мы будем его говорить, если перевести, просто, что-то делать так. Две важные вещи, которые, а потом уже все остальное тоже нельзя откинуть, что-то неважно. Но, у нас есть кровь, да, это транспортное средство. Транспортное средство, если у нас хорошее, если мы за ним следим, значит, это транспортное средство должно доставить питательные элементы к любой точке нашего организма. При этом, тут же забрать и по венозному руку дать продукт жизнедеятельности. Вот, и это называется обменные процессы. И вот, когда говорят вам, вот лишний вес, это у вас пониженный обмен веществ. Если пониженный обмен веществ, значит, у нас часть токсинов остается внутри. Значит, это, организм должен реагировать на инородные тела, защитную реакцию. Вот поэтому он и увеличивает жировую ткань, для того, чтобы сдержать между вот этой жировой тканью, зажать вот эти токсины. И каждый из вас, наверное, видел, когда просто у пожилых, очень пожилых людей прямо в коже можно нащупать уплотнение жировики. Это просто уже токсины, которые покрылись уже фиброзной тканью. И вырезают, все равно все то же самое. И вот эта кровь должна дойти по крупному кровеносу, потом меньше, потом еще меньше и в капилляры попадают. Капилляр, это приблизительно в 50 раз тольше, чем волос человека. То есть в один капилляр может залезть только один элитроцит. Если эти элитроциты не будут туда, если кровь будет густая, по каким-либо причинам, причин много, значит элитроциты плавают такими конгломераторами, монетные столбики называются. Количественных показателей их не есть, качественных показателей нет. То есть получается ни кислород не может принести, ни кислоту не забрать, ни какие-то питательные элементы тоже принести. И второе, то есть мы кровь должны, ну если перевести, например, на транспорт, это там что там Бенки, Инфинити, ну не знаю, самую крутую машину возьмите, вот это такая у нас должна быть кровь. А вот желчь у нас хозяйка этого транспортного средства. Потому что с помощью желчи и есть, происходит та ферментация и образование вот тех питательных веществ, которые и разносят в дальнейшем кровь. Почему? Потому что все то, что к нам поступает во внутрь пищи, это все инородно, это не наше. И вот желчь, патриотический сок и желудочный сок, вот с помощью вот этих соков ферментируется пища и тогда она становится наша, меняется валентность и вот тогда это становится питанием нашего организма. Это по поводу того, что должно быть полноценное питание. То есть вот в природе есть соотношение 25% кислых продуктов в 75% щелочных продуктов. Вот почему мы должны менять то, что создано природой? Значит у нас по идее на столе уже он будет то же самое. То есть 25% кислых, 75% щелочных. Щелочные это не в плане того, что они, то есть на ихнее расщепление затрачивается меньше щелочи, чем на, например, на мясо. На мясо много и если вы съели 100 грамм мяса, значит 300 грамм овощей вы должны тоже съесть. и у вас будет баланс. То есть везде должна быть мера, везде должен быть баланс. Потому что перекос в любую сторону, то есть если вы сядете на мясо, у вас будут одни болезни, или не состояния организма, которые называются болезненностью. Сядете на вегетарианство в чистом виде. Если бы мы жили ближе к эквактору, это подходило бы нам. Так как у нас климатогеографическая зона такая, что у нас стресс, то есть для организма стресс это даже перепад температур больше 12 градусов. То есть если мы вот час посидим, посидим, час-два-три, выходим на улицу, там минус 10, у нас перепад 30 градусов. Все, это стресс для организма, это значит уже сигнал к тому, что требуются дополнительные резервы в организме для функционирования. Откуда их брать? Вот поэтому в нашей кематогеографии стоит, их запасает печень. Если не будет этого запаса, значит резервы как бы НЗ начинают вытаскивать. А это НЗ не безгранична. Через какое-то время значит все равно это проявит каким-либо симптомом о том, что какой-то орган немножко или поднапрягся, или уже не хватает ему, или уже как говорится его структуры подзабились. Люди пошли дальше. У них есть ум, который поддерживает этот фактор стресса без его присутствия. И вот поблаговшись с причальством и там щенка обязательно выходим сначала все приходим домой начинаем думать что надо было все-таки плюнуть в него. В следующий раз так и сделаем муж что-то сказал пока вородав шумит жена высказала зашел нормальным человеком и вышел козлом даже. И вот все продолжается. И вот насколько почему я сказал 10 мест первых это ставь. Почему? Потому что опять же в американцах очень много исследований по физиологии как влияние ставят. Они никак не могут донести своему народу что нужно вот так нужно вот так все корпорации фармацевтические денег немножко больше имеют. Минута стресса организм отрабатывает естественным путем неделю вот те гормоны которые выработались при этом стрессе. То есть а физиологически природно заложено что стресс это состояние когда человеческому организму в целом угрожает опасность жизни. То есть тогда все ресурсы то есть это состояние бейбеги. То есть или тебе нужно подраться при этом защитив свою жизнь или же убежать бег. бейбег не может спасти свою жизнь. При этом и в том и в другом случае требуется большая затрата физических ресурсов. И вот второй момент когда могут нейтрализоваться это когда люди от испугла например сразу мочить начинают. То есть вот это смочить тоже нейтрализовываются эти гормоны стресса. А через физику нейтрализовываться можете определить это лимфокон. когда выходит вот это выходит гормоны стресса. И по идее если брать современного человека он должен постоянно бегать и постоянно отжиматься. Потому что другого варианта нет. Потому что ну если вот я вот сам с Одесса но у нас как-то меньше таких стрессов людей. То есть я когда спрашиваю что стрессов это же Москва и что ну как что тут все такие не понимаем чего стрессовать просто привожу ну чего ну стоите вот пробка да бля пазла там и что все пробка рассоселся или что я не могу понять ну вот начальник да я вот 10 лет вот он такой идиот там все время лет так вы же знаете его 10 лет вы же знаете что он все время чего нервничать вы же его не переделываете не нравится увольтесь нет он хорошо платит тогда не нервничать дальше что делает женщина еще это я из основных функций которые в принципе они проявляются и можно по этой симптоматике определить что у меня уже там 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 нарушил то есть женщина она обжигает личинки паразитов то есть я говорил что мы часть этого мира мы нестерильные кровь нестерильная мы рождаемся нестерильной в утробе у матери она тоже была нестерильная ее бабушка мать тоже была нестерильная и в нас рождаются мы рождаемся с определенным набором всех паразитов плесневых грибов вирусов и тому подобное но именно благодаря сбалансированной работе организма концентрации и количества желчи организм не дает развитию вот этой патогенной флоры то есть развитие не само присутствие а именно их развитие увеличение популяции вот это дает проявление вот это вызывает какие-то проблемы со здоровьем да и вот ну модно сейчас чуть что если проблемы же хеликобактер хорошо давайте ну я просто думаю люди думайте логически ph желудочного сока полтора теряет два то есть это соляная кислота в чистом виде покажите мне хоть одно какое-то животное или бактерия которая могла выжить в соляной кислоте мы ничего не выживаем в соляной кислоте даже нет такой ну как люди приходят если поставили у меня там конкретно это значит проблема с желудочным пузырем однозначна они не бывают по отдельности они бывают всегда вдвоем если нарушение того значит нарушение этого и кстати когда поджелудочная железа все привыкли к почке да не обязательно если здесь болезнь тут болезнь потому что 9-10-90-12 позвонок вот эти скелетные мышцы внутренние скелетные мышцы глубокие слои они связаны с функцией поджелудочной железы если функция поджелудочной железы уменьшается они напрягаются соответственно передавливают нервные корешки соответственно болит спина и еще походка такая становится втягивается позвонок туда затягивается и все если не будет вот это тоже PH9 вот они вдвоем создают атмосферу которые очень здорово дышат нашей работой органы если вот нету достаточного количества этих сок значит начинает развиваться паразит и вот у нас вся пищеварительность ем построена на клапанах то есть клапан вот привратник желудка если этот привратник желудка инфицирован у человека постоянно в уголках рта заят оброзовываются этот не работает идет заброс желчи сюда уже нарушаются и вот он клапан основной для цеха клапан и аппендицит по многим вырезанным чернышова москвичка она брала удаленные аппендиксы и исследовала что же в них находится кроме личинок паразит обласоглава она там ничего не нашла то есть нету там шкалу семечек нету там еды какой-то остаточной да то есть когда популяция обласоглава увеличится они откладывают яйца раз отложили эти не успели развиться следующие отложили и начинают просто загнивать все двери-то нет там удаление все удалили следствия они сюда откладывают слепую кишку проблема не решилась все в чем важность этого клапана это у нас кислая среда толстая кишечница это у нас щелочная среда при смешивании двух средок он разделяет это ниппи если это не будет разделения две среды смешиваются происходит газообразование и тогда в обратном направлении вот сюда забрасывается эти газы распирается плюс еще вот эта двенадцатиперстная мешка она связана с эмоцией возмущения возмущается у нас даже не не каждый второй каждый полутора почему то почему не так почему не все здесь маленький газовый пузырь стоит значит уже нарушается отток естественной желчи по кишечнику а уже частично начинает забрасываться вот сюда соответственно перистальтической волны нет плюс это же вот все на эмоции вот по животу можно сказать чем человек дышит вообще как он живет в данный момент то есть приходит с желудком все это можно сказать что сейчас в данный момент у него ситуация в жизни когда он не может принять решение какое-то он все ищет ищет и у него по жизни это не знаю вот слово не знаю вот а слово не знаю там не воспринимается есть два варианта решения каких-то проблем есть да есть нет а вот нет ну когда да вам не дать да не дать да а вот там сказать нет очень мало кто может четко сказать все начинают оттягивать это оттягивать оттягивать и от этого формирование пищевого кома нарушается 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 и в конце концов вот он как просто вот как если его дотрагивали нарушается не живо он просто как стол настолько плотный и болезненный вот и вот здесь на картинке просто разбросаны органы чтобы ну как бы последовательно внутри у нас там свободного такого места нет там все вот так если что-то одно увеличится обязательно должен придавить что-то другое и вот если мы рассмотрим как переживает желудок сверху ее накрывает левая доля печени здесь поджелудочная железа здесь левая ручка здесь селезенка здесь поперечно-облодочная кишка в которой и есть по факту основная перистатическая волна и здесь у двенадцатиперстня и вот если этот желудок становится и не делает перистатическую волну значит естественную стимуляцию органы которые по природе они перестают получать значит уже появляются маленькие застои значит уже не отходит то есть ну не мы должны менять свою физиологию потому что кто-то там когда со здоровым понимал что при нормальной работе все будет нормально все будет что-то одно другое подталкивать и постоянно будет не будет вот этих застойных явлений почему потому что жизнь лет и жизнь человека в целом вне соединения меньше то есть там процессы там за секунду миллиарды процессов происходят за которыми мы не сможем уследить соответственно все развивается настолько быстро что вам успел сказать уже что-то получил вот и вот вот это вот клапан ну просто с правой стороны он находится с правой стороны возле аппендиции чуть-чуть выше аппендиции и многие даже ходят говорят болит вот здесь вот справа болит когда хожу когда там надавливаю то есть он воспаляется все это не смыкается воспаление если мы рассмотрим кишечник как он идет то с одной стороны вот здесь почки не нарисованы и мочеточники с мочевым пузырем и вот если мы возьмем мочеточник сегмовидная кишка с одной стороны будет передавливать мочеточник вход в мочевую пузырь вот здесь второй если клапан воспаляется вот здесь он меньше воспаляется в основном вот здесь это конец канализации как обычно канализация забивается в конце и вот когда идет давление на мочевой пузырь и мочеточник значит что у нас сразу начинает появляться по сигнале как организм это аритмия аритмия тахикардия то есть продукт жизнедеятельности нашего организма беспрепятственно не может выйти в резервуар в котором он собирается для того чтобы вообще уйти в унитаз длительный период проходит проходит год два три все он еще больше пережимается мало того кишка если ничего не делается кишка еще больше увеличивается значит мочеточник меняет свою конфигурацию мочевой пузырь он вверх поднять не может а почку стащить он за собой без проблем все то есть почка начинает опускаться сосуды которые ее кровоснабжают начинают утончаться чтобы вы понимали насколько важны почки так вот скажу значит из ста процентов токсинов 20 процентов есть жирорастворимых 80 считается водорастворимым 20 процентов нейтрализует печень жирорастворимые 80 нейтрализует водорастворимые проходят через почки и вот если она не может беспрепятственно сбросить потихонечку потихонечку начинает подбираться когда подпирает почку начинает повышаться давление эта почка опущенная сосудики уменьшились кровоснабжение то есть считается от 20 до 25 процентов крови общей да вот там 5-6 литров стемнобильной человеческой организме 22 до 25 процентов считается отводится на кровоснабжение только самих почек вот больше литра отводится только на кровоснабжение вот этих двух бубовых то есть это у каждого он размером с ухом чем больше уха тем сильнее почек лучше ли это сам да долгожители считаются по-моему и вот получается что раз кишка забилась все у нас там подкашливание мокрота и тому подобное выходит мы постоянно шмагаем носом потому что постоянно идет куда организм требует он должен выводить вот у него есть основные резервы он будет выводить почки пошли еще наружу да он сигнализирует чем? аритмии что делаем? ооо сейчас блокаторы да выпить все успокоить конечно это неправда успокоить успокоить каким образом? мы мы закроили рот собственному организму путем применения химических каких-то препаратов блокировали вот этот сигнал то есть сигнал нервной системы и процесс продолжается а мозг воспринимает как якобы все хорошо отлично дальше идет давление пошли что делаем? то есть организм опять сигнализует то есть будем говорить так он сначала постучался тихонечко а теперь уже стучится ногой никто ничего не понимает продолжаем это сам потом куда идем? кардиологу ну к какому-то оологу в конце концов заканчиваем хирургом что-то вырезали обязательно один два органа и вот потеря желчного пузыря это по факту катастрофа для организма в целом есть ну у нас взаимозаменяемые если человек управляет желчные пузыры с ним тут же нужно работать для чего? для того чтобы печень взяла функцию желчного пузыря на себе на себя то есть уже не концентрации желчного пузыря а количеством желчи выделяемые для того чтобы поддерживать вот это все и вот проявление проблем с желчным пузырем это височные головные боли это укачивание это тошнота это хруст в коленях это тянущие боли справа лопатки через всю голову в глаз или там в висок и это все сигнализирует о себе желчный пузырь еще раз говорю исходя из того что организм это система цельности если в одном органе происходит сбой все это значит сбой происходит во всей системе если этот порочный круг замыкается вторая вторая виток это еще намного тяжелее чем просто первая петля там уже начинается букет всего хотя в принципе я же говорю что ну как если сравнить с медициной приходишь там вот болит там болит поясница так сколько лет 62 ясно делаем блокаду вот принимаем для печени или там принимаем принимаем какой-то препарат но этот препарат немножко ударит по печени для того чтобы поддержать печень вот этот препарат принять потом немножко он ударит по желудку вот это а у вас поясница что делать вы вас посмотрели это уже все ваш вам уже это все выходит то есть возраст здесь особенно в проблеме с суставами с позвонками возраст не имеет никакого значения имеет транспорт питательных элементов к структурам костным к хрящевым структурам и вот я живу фридом то есть в 2004 году когда я только зашел в город не было этого фридома он появился попозже в 2007 2006 и что-то я на мёде сначала сидели все но такое более очищающий в общем смысле слова а фридом уже это уже конкретно на хрящевую костную структуру почему хорошо потому что там если например берем артростоп то в нем есть хондроитин есть блюкозамин но блюкозамин и тени а здесь блюкозамин сульфат то есть это значит содержание есть молекула селена которая то есть сера заносится в хрящ с помощью молекулы селена просто все два слова по химии больше грузить не буду если этого нет то мы можем что-то пить но это как бы до одного места да просто положить деньги положить какой-то препарат скушаем сегодня деньги завтра препараты результат один и другой да вот самые такие вот нафридомы и регенерация тканей вот что самое главное вот если опять же с опорно-двигательным аппаратом наружные и внутренние применения действительно там чудеса рассасывались сантиметровые соляные шипы этого клянусь это из моей практики да уходили треть SUN вопрос это gekат двор нет нет это у нас откладываются в одесс teor нет нет contributing В зависимости, где больше накапливается этих солей, организм ближе всего к остеохондрозу. Просто берем остеохондроз. По медицине это болезнь, которая не лечится. Это болезнь. На самом деле это не болезнь. То есть остеохондроз начинает развиваться только тогда, когда провисает поперечно-облаточный кишка. Если она провисает, она связана с верхней частью трапеции. И вот когда врачи рекомендуют, нужно делать упражнения для шеи, крутить побольше шеи. Если мы возьмем весь позвоночник, шея крутится 24 часа в сутки. На самом подвижном участке позвоночника. Почему именно тут образовываются эти отложения? Почему не здесь? Нет, есть образовываются. Но 80% это шейная отделка в руках. Ну как так нужно? И какие еще упражнения? Почему? Потому что провисает кишка, напрягается мышца. Напряглась мышца, капиллярная система перекрылась. Обменных процессов не произошло. Всё! Организм от ТОР вывел это. Давление, тут же лимфа рассосалась. Всё нормально, никакого давления нет. Травоснабжение восстановилось. Любые проблемы, циститы, любые проблемы с мучевым пузырем, там сигмовидная кишка. У мужиков с простатой сигмовидная кишка. То есть это конец канализации. Очень варикоз опять же, что-то так. Убираем вот здесь, вот приводим её в норму. Восстанавливаются сусоры. Как нам привести её в норму? Кого там? Что нам делать? Банально, в домашних условиях, если ещё так говорится, не всё плохо. Если там не сильно. Вы просто можете лечь, продиагностировав самого себя. От пупа до гребня воздушной кости, вы берёте первую треть от гребни. На три части делаете, да? Первую треть от гребни. И вот если вы надавите пальцем сюда, если вы не увидите колбасу там закачающуюся, и при том боль резкая, значит у вас там всё в порядке. Если прочувствуете, что катается. Готовы? То есть банально, да? Это клизмы, даже не колоннотерапия. Почему? Потому что сам проходил, и всё, что я делаю пациенту, всё я на себе испытал. Абсолютно всё. Там кучу этих рецептов от паразитов, и стакан с чистака там ел, и озенок с пивом, и там чай с коньяком, два часа ночи. Вообще, переборнул всё. Вот профилактика, это во главе угла. Но если это всё здорово. Когда процесс затянулся, и он уже длится десятилетиями, да? То есть мы можем частично убрать, то есть это, ну вот, если стакан, да? Он уже переполняется, с него течёт, вытекает, мы это чувствуем. Принимая это, мы этот стакан можем до краёв полным оставить. Но чтобы полностью его опустошить, от ненужностей, да? Этого мало уже будет. То есть требуется ещё. Ещё. Это всё в комплексе. Вот работает просто, ну, да не могу. А вот Вы занимаетесь профитатной терапией, а вместе с соком алоэ эффект усиливается? Смотрите, да. Ну, опять же, возвращаемся. Наша задача восстановить отток желчи, то есть сделать количественную отток желчи и концентрацию желчи. Для этого должно быть кровоснабжение, для этого нужно убрать спазмы, которые образовались в результате. Вот это всё мы убираем, восстанавливаем атмосферу. Всё. У нас нет, не будет. Если мы будем поддерживать... Я вот уже сколько, получается, там 13 лет, ну раз в полгода я две бутылки выпиваю. Для профилактики. У меня ничего не болит, я ни на что не жалую. Но для профилактики я обязательно выпиваю. У него идёт алоэ фритат или мёд. Вот мёд меньше идёт, в основном идёт фритат. Концентрат. Если там есть такие вот там воспаления мышечные, это термоласьон и крем фропорус. Вот это тоже рекомендую. А его сенгель когда вы сплотите? Когда есть конкретные проблемы, вот человек пришёл и не может на сустав, всё, вот артрозы, всё. А пробаланс? А? А пробаланс? Пробаланс идёт. Вот желудочно-хищечный тракт – это, в принципе, ну каждый второй. Вот у него есть. Всё. Пару дней очистка, пару дней восстановления, и всё. И тут же подселяем. А сколько? Как вы рекомендуете пробаланс? В каком количестве? Вот как есть. Всё, вот. Да. Мы ничего не меняем. Не надо, да. Ну же... Чего-то... Чего-то... Там даже чуть меньше может. Почему? Потому что... Ну это опять же, берётся из чего? Из того, что человек ничего не проходил. Ничего не восстанавливал. Вот. 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 Есть такая очистка по морюцу. Ну, чистка печени. И там вот. Шесть дней надо сок пить. Потом там... Там ничего не есть. Неделю там того. Когда у нас человек проходит процедуру, ему не надо уже шесть дней пить сок. Не надо там... Можно даже... И соблюдать эту диету. Печень уже подготовлена. Ротоки все подготовлены. Расслаблены. Всё. Можете чистить. Так и здесь. Если человек подготовлен, ему меньше надо для того, чтобы это всё восстановить. Если человек более засорён, значит больше надо. Пока мы проводим свои процедуры... Да? То есть первая бутылка там, если потихонечку пропивать, она уходит за 13 дней. Как раз в 13 дней, за 10-12-13 дней у нас проходит куст вот этих всех мероприятий, манипуляций на животе связанных. Всё. Дальше мы рекомендуем человеку. Это нужно пропивать там, его уже ещё. Мы не можем настоять. А вот первый бутылок – это просто в обязанности. Почему? Потому что я знаю, что это даёт великолепные 7-минутные результаты. То есть если просто брать 2 недели, человек собирал 30 лет проблемы и за 3 недели они решаются. А если ничего? Ну, в 4 минуты уже можно? Значит, самое раннее применение – по капельке, по 2-3 капельке давали 3-х месячного возраста. Но именно применение? Нет, тогда мы им мёд давали. И Фридом давали. Но изначально давали вот это мёд. И нормально, очень нормально. Результат – да. Тоже так. А вы здесь месяц-то делаете, розы занимаетесь, нормально? Есть вот три возраста, что вы будете заниматься? Из-за того, что вы сначала мамы и папы отходили, а потом и говорили, а вы можете просто не дать. Ну, вот розы, понимаем, и маленьких детей, но с теми, с которыми я разговариваю. Можно делать. У нас есть ещё вопросы? Мы не заботимся. Суставы? Мазят суставы, когда Фридом пьют. Что ещё связано? МСМ. Есть органический МСМ. Есть. Да. Даже ещё лучше, чтобы быстрее… МСМ – это связывает контраитин и глюкозамин? Нет. МСМ – это серый. Да. Еще лучше, например, побрызгать первой помощи изначально. Хотя бы там… Спрей. Спрей. Спрей первой помощи, да. Минутку-две, чтобы она подсохла. А потом свет нужно нанести… Шип она глубоко туда. Да. Но быстрейшему… Глубже. Глубже, да. Первая помощь, да. У нас ещё первая помощь. Просто я… Ну, тогда ещё не было телефонов. Ну, таких… Этих… Этих… Смартфонов, да. Можно было снять. Это было фотоаппарат. Она не было. Мой сын лично, ему там было шесть лет. Вот. На него, вот, бегали там вдвоём. И… На него опрокинули только что… Вот с плиты сняты. Кипяток ещё в тарелку насыпали. Куриный бульон, да. Перевернулся на него. Страшно. И вот эта левая сторона, у него вот так вот вся была. То есть вот… Кость – кричица. У него была видна кричица, потому что прожило вот это… А он был у теста на даче. И вот он там звонит. И говорит, ток-ток-ток, там… Квадратный дециметр там… И вот там… Обожгло. Ну, я так думал, что квадратный дециметр. Я ж-то не знал, когда его… Это, получается, в четверг, в пятницу вечером он его привёз. Он, когда зашёл… Он сейчас по дороге заехал в ожоговый центр. Летом. Они его взяли, пшикали какой-то гадости какой-то пеной. И перебинтовали ему всё. Боже, оно прилипло. Это… Дитё зашло вот какое-то… Ну, в общем, мы его не трогали. И в субботу утром… У меня было вот это 30 млитров. И то я… Или кого-то взял. Я не помню. Брызгинка. И через каждые два часа начали брызгать. Сначала где-то с 8 до… Наверное, 11 до 12. Мы только отмачивали эти бинты. Отмочили эти бинты. Короче, потом вот эти корки, которые образовались, они просто размягчались, сползали. На глазах просто сползали. И это было в субботу дело. Вот чтобы вы понимали, насколько… Вин действительно, вот эта регенерация ткани. Там с помощью меметра вообще было. В понедельник он уже одел футболку и бегал на улице. Здесь остались красная пятка и шрам. Всё. Ни шрама сейчас, ничего нет. Приключитесь, то есть… Который уже видно. Всё нарастло. Нет, там… Вот это… Шрама нет. Была корочка. То есть вот… Шрама ничего не осталось. Вот здесь пятна. Ну, пятно красное. Видно, что было что-то. Да. А вот здесь глава, по-моему, заклеили. То есть ещё не заросло. Ну, буквально в течение недели вообще уже ничего не было. Без концентрата, да? Без. Только спрей. Концентрат, понимаете, он больше, больше эффективен. Когда вот уже несколько дней прошёл ожог, тогда наносится ни в коем случае не первую помощь. У меня просто на себе… Мы же тоже ничего не знали тогда. Только появилось… Ну, вот мужик там пришёл, там взорвался это… Газовая горелка, там он что-то обжигал. И жене, ну, я обожгу бензином. Я. О! В первую помощь. Через пару дней приезжает, говорит, слушай, ты знаешь, я её пшикаю, а у неё же трескается всё. Я говорю, да ну, не может быть такого. У меня же там сбойло. А у неё уже прошло пару дней, уже горка. То есть это уже… Я говорю, давай дальше. Он ещё через пару дней приезжает, там вот так вот осталось бутылки, это полуэтрой. Он говорит, ты знаешь, на, наверное, забери. Потому что она… Я когда захожу к ней в комнате, она дико начинает кричать просто. Потому что… И у неё же там сочится всё. То есть тоже, ну, негативный опыт, но это был. Теперь я знаю, что если пару дней прошло после ожога, там, когда горка появилась, только концентрат. Ни в коем случае. А когда же скорая помощь? Сразу. Сразу. Её работа заключается в её названии. Ну, наверное. Сразу сразу. То есть даже вот зайчики после сварки, то я сам себе пшикал в глаза. Да, немножко попекло, 15 минут всё. Прямо в глаза. 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 Кого? Глаза? Спрыль. Нет. Прямо вот с этого. Пшикнул. Так вот открыл. Пшикнул. Один, второй. Минуток пять. Да, попекло. Но оно быстро. Две-три минуты это… Ну, уже всё это. Не пекло ничего. Я же говорю, буквально через пятнадцать всё нормально. Я вообще думал, что… А то же не получается. Глаза не будет. Это на себе. А после ваших процедур зрение улучшается? Улучшается. Однозначно. Ну, вот, смотрите. Глаз – это водянистые тела. То есть его окружают мышцы. Напряглась одна группа мышц. Её выдавило. Ушёл хрусталик. Фокус двинул. Другая группа мышц. Притом напряглась и не опускает. То есть у нас везде должно быть. Фаза напряжения должна равняться фазе расслабления. Если этого нет, это касается и щитовидки перехода из 3-4 и обратно. И вот эти узелки и всё это. Всё у нас вот должно быть. Одно работает, второе отдыхается. Это работа, это отдыхает. В общем, притом напряглась и не спасти, конечно. Я думаю, что, наверное, мы сейчас уже закончим. Павел Юрьевич устал. Поблагодарим. Спасибо большое.